Привет, я Сергей Бойко. 9 сентября в Новосибирске пройдут выборы губернатора, а в апреле выборы мэра. И любой, кто хоть немного интересуется политикой, уже знает, кто на этих выборах должен победить. Не секрет, что Единая Россия и КПРФ делят места во власти без учета мнения горожан. Они боятся конкуренции и заключили пакт о ненападении. Договорились, что Единоросс будет у нас губернатором, а коммунист мэром. Только жителей забыли спросить, согласны ли мы с текущим уровнем городского управления. Ведь за что бы ни бралась наша мэрия, получается будто в известной песне, пророжденных в понедельник. Если начинают развивать городской электротранспорт, значит мы получим медленные ржавые трамваи и муниципальное предприятие банкрот. Если вкладывают 100 миллионов в умные светофоры на станционный, значит на работу и в аэропорт нам придется выезжать сильно заранее. Обещает мэр лучше убирать снег, кладив в багажник новую лопату. Создает комиссию по борьбе с пылью, покупай домой воздухоочиститель. А уж если заговорил о реконструкции ливневой канализации, в пору лодкой обзавестись. И даже взяв федеральные деньги, посадить яблони на набережной, у муниципалитета не получается так, чтобы деревья тут же не засохли. Наше общественное пространство деградирует. А по тротуарам сложно не то, что удобно прогуляться, например с детской коляской, но порой просто дойти до нужного места, не получив сотрясения или перелом. Это можно было бы списать на общероссийскую ситуацию. В стране стагнирует экономика и застой в политике, а чиновники всех уровней воруют так, что денег уже не хватает даже на пенсии. Казалось бы, какие уж тут удобные и комфортные города. Но если поездить по российским миллионникам, видно, что многие вещи там сделаны лучше, и мегаполисы устроены заметно удобнее, чем наш. Я провел в Новосибирске больше половины жизни. С 98-го года, с тех пор, как приехал учиться в физико-математическую школу. Для меня Новосибирск давно уже стал родным. И я не хочу еще пять лет смотреть, как динамичная, интеллектуальная региональная столица вырождается в большую деревню. Новосибирск достоин лучшего. И для нас еще не все потеряно. Мы один из восьми российских городов, где остались прямые выборы мэра. И любой гражданин может выдвинуть на них свою кандидатуру. Я принял решение участвовать в апрельских выборах. Да, за мной не стоят олигархи и крупные спонсоры. У меня нет административного ресурса, и мое фото не разместят у себя на дверях все поликлиники и учебные заведения. Зато у меня есть большой опыт управления инфраструктурными проектами. И у меня есть более полугода, чтобы подробно рассказать вам, как можно улучшить наш город. Я призываю вас поддержать меня. Вместе мы сможем сделать Новосибирск красивым и удобным для жизни.